Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на нашем следующем вебинаре нашей вебинарной недели. Сегодня вебинар проведу я, Калиников Павел Юрьевич, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И тема нашего сегодняшнего вебинара – университетская библиотека онлайн. На сей раз мы коснемся функционала библиотекаря. Но, как всегда, перед вебинаром у меня, как у постоянного ведущего, есть для вас постоянная же информация. Постоянная, но и обновляемая в том месте, куда ведут эти ссылки. Три ссылки в самом начале чата у нас располагаются. Первая из них ведет на наш сайт Директ Академия. Если кто-то застал, прошу прощения, вчера вечером и ночью этот сайт временно был недоступен. В частности, функция выдачи сертификатов была недоступна. Но сегодня утром все уже было нормально. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе. На нашем видеоканале выкладываются все записи вебинаров. Заранее говорю, потому что, если я это не говорю, обязательно кто-нибудь в течение вебинара спросит, будет ли запись. Да, у нас запись всегда бывает, и она всегда выкладывается на наш видеоканал на Ютьюбе. Обычно в четверг вечером у нас выкладывается запись, все записи за предыдущую неделю. И эта запись не исключение, она сейчас ведется и тоже будет выложена на нашем видеоканале. Более 320 записей уже на нашем видеоканале есть. Так что это огромная база знаний по большому количеству областей, связанных с обучением. Ну и, наконец, третья ссылка – это ссылка на наши онлайн-курсы. Онлайн-курсы Директ Академии – это уже такой специализированный аппарат для непосредственно обучения. Если наши вебинары – это… Ну, они тоже носят, конечно, функцию обучения, но больше обзорную, ну, в частности, в наших вебинарах нет практикумов и прочих важных вещей, которые присутствуют при обучении, нормальном обучении онлайн, то онлайн-курсы – это уже такие последовательные наборы вебинаров и других онлайн-средств для того, чтобы усвоить материал. Семь курсов у нас сейчас в наличии, готовится еще несколько. Я думаю, что в ближайшее время у нас около десяти курсов будет в нашем предложении. Заходите по этой ссылке, смотрите и выбирайте, что вам или для вашего вуза будет интересно. Как всегда, хотел бы проанонсировать несколько следующих вебинаров, которые нас ждут. Давайте вот до конца этой недели нас ждут три вебинара. Сейчас я дам ссылки на них в чат. Вот эти вебинары. 19-го, то есть завтра, обращаю ваше внимание, в 15 часов у нас будет вебинар. Это единственный трек вебинаров, который у нас начинается в 15 часов, а не в 12, как мы обычно это делаем. В 15 часов начнет свой трек вебинаров Марина Орешко. Вебинар будет называться «Онлайн-презентации против PowerPoint». Марина Орешко уже в прошлом году у нас была постоянным ведущим. В этом году она будет вести 15 вебинаров, то есть примерно в среднем по полтора вебинара каждый месяц. В прошлом году Марина была одним из самых посещаемых авторов вебинаров. Вот поэтому в этом году мы продолжим опыт общения с ней. 20-го числа, очень вам рекомендую, будет вебинар с Сергеем Маскалевым, создателем приложения Punta Switcher, которое наверняка у вас, почти у каждого установлено на компьютере. Вебинар называется «Resync – переосмысление готовых решений». Вебинар посвящен работе над жизненным циклом продукта, что делать, если продукт начинает устаревать, как дать ему новую жизнь. Ну и, наконец, с 21-го снова с вами буду я, и мы продолжим рассказ об университетской библиотеке онлайн. Будет вебинар «Книгообеспеченность 2018 в университетской библиотеке онлайн». Ну что ж, у меня к вам пока все. Как всегда, задавайте вопросы по ходу вебинара, я постараюсь на них ответить. Да, еще один технический момент. Как всегда, запись, прошу прощения, презентацию к вебинару вы можете скачать прямо сейчас в разделе «Ресурсы». Обычным способом, я надеюсь, вы уже это умеете делать. Ну а я, наконец, приступаю к изложению сегодняшнего вебинара. Мы сегодня с вами поговорим об университетской библиотеке онлайн. Уже на прошлом вебинаре, кто из вас был, я рассказывал об основных функциях, но мы коснулись в основном тех функций, которые общие вообще для всех ролей в университетской библиотеке онлайн. Конечно, это касалось и библиотекарей тоже, потому что они могут точно так же являться и пользователями университетской библиотеки онлайн, то есть конечными читателями. Но функционал нашей ЭБС для библиотекаря, он такой развернутый и, конечно, не исчерпывается теми возможностями, о которых я говорил, возможностями читателя. Поэтому мы сегодня рассмотрим специфический для библиотекаря функционал университетской библиотеки онлайн. Первое, что мы сегодня с вами посмотрим, это способы регистрации и подключения пользователей к ЭБС. Что позволяет регистрация? Получить доступ из любой точки входа в интернет с любого места и пользоваться личным кабинетом и всеми пользовательскими сервисами. Почему я на этом особо уделил целый слайд? Но дело в том, что на самом деле с ЭБС можно работать и без регистрации. Если у вас ВУЗ подключен по IP, то тогда просто у вас бесшовный вход из стен вашего ВУЗа, из вашей сетки, вход свободный в университетскую библиотеку онлайн и не требует регистрации. Однако при этом вы теряете вот эти вот возможности. То есть вы можете входить в университетскую библиотеку онлайн только из стен своего ВУЗа. И второе, вы не можете пользоваться личным кабинетом, потому что он обобщенный, его, по сути дела, личного-то нет. Вы же никак не представились в системе. Поэтому даже если у вас в ВУЗе реализован вход из стен вашего ВУЗа по IP-адресу ВБС, все равно имеет смысл зарегистрироваться, будь вы студент, преподаватель. Ну, библиотекарь, само собой, это как бы не обсуждается даже. Вот. Ну и давайте я вам представлю, какие есть уровни доступа. Вот мы с вами поговорили в прошлый раз об вот этих. Сейчас я включу маркер. А вот этих вот младших ролях или уровнях доступа студент, преподаватель, абонент организации. Ну, абонент организации это примерно то же самое, что преподаватель, только не преподаватель. Как правило, это административному аппарату ВУЗа имеет смысл присваивать роли абонента организации. Что касается студента и преподавателя, это роли, в которых можно свободно читать. Ну, и преподаватель имеет некоторые еще дополнительные возможности, в частности, по формированию рекомендаций для студентов и так далее. Но мы с вами совсем не говорили о корневом пользователе. Вот у нас есть три названия. Корневой пользователь, администратор, библиотекарь. Это все одно и то же. На стороне ВУЗа это все одно и то же. То есть, корневой пользователь или вы это такой пользователь ЭБС, который является, обладает максимальными правами на веренной ему территории. То есть, условно говоря, на онлайн территории вашего ВУЗа. То есть, вы имеете возможность управлять всеми остальными ролями, их распределением внутри вашего ВУЗа. И вы же обладаете максимальными правами в этой онлайн территории. Разумеется, это не максимальное право с точки зрения всей ЭБС, включающей вообще всю совокупность подключенных организаций. Таким доступом обладают только наши системные администраторы. Но внутри ВУЗа вы обладаете максимальными правами. И внутри ВУЗа вы называетесь администратором. Чтобы не было разночтений, что и вы называетесь администратором, и администраторы сидят у нас в техподдержке. Это все-таки существенно разный набор функций. Регистрация, да, вот к этому слайду о том, что регистрация – это разумный способ подключения, даже в том случае, если у вас есть подключение по IP-адресу. Вот это продолжение. То, что регистрация можно делать из стен ВУЗа, и тогда она несколько упрощенная. В этом случае ваши студенты и преподаватели заполняют минимальное количество полей, только свое фамилии, имя, отчество, мейл, логин, пароль и так далее. И в этом случае студентов вам вообще не надо никак акцептовать, то есть подтверждать их участие в регистрации. А старшие роли, такие как преподаватель, надо акцептовать для того, чтобы они, во-первых, получили свои права. Во-вторых, я рекомендую вам сразу пояснить преподавателям, что при входе, при регистрации им надо указать обязательно фамилии, имя, отчество полностью, легальный имейл, существующий имейл. Ну, собственно, все. Это необходимо для того, чтобы производился нормальный обмен информацией с e-library, с нашим ринцем. И для этого преподавателя нормально бы настроилась вот эта функция обмена информацией с ринцем. Иначе, если он будет делать сокращение, где-то, например, только инициалы поставит, то эта функция работать не будет. Ну и, возможно, удаленная регистрация. В этом случае вам придется акцептовать каждого студента. То есть от каждой регистрации вам придет запрос, и вам надо будет подтвердить, что этот человек действительно является, действительно из вашего вуза. Ну и здесь количество полей несколько возрастает. Надо выбрать страну, город, вуз и так далее. Возможен упрощенный режим регистрации путем генерации пакета вузовских логинов и паролей. Вы можете просто отправить нам список всех ваших студентов и преподавателей вот в таком экселевском формате и получить от нас список логинов и паролей в этом же самом файле. Это такой упрощенный путь. Чуть позже мы с вами поговорим о том, где это делается, я имею в виду, где делается регистрация и какие еще формы регистрации. Возможно, мы с вами специально посмотрим учебный ролик, который показывает, как работать с контингентом внутри университетской библиотеки онлайн. Это как раз один из сервисов вам доступных. Ну а теперь давайте поговорим о правах и возможностях корневого пользователя. Доступ в ваш личный кабинет. Как, собственно, тут нет ничего нового и для студента, и для преподавателя. Точно так же осуществляется. Вот здесь вот написано, где у меня затенено название, написано ваше фамилия, имя, отчество. И здесь стоит маленький-маленький треугольничек, на который надо нажать. Да, здесь название вашего вуза. В данном случае у меня тестовая организация. Я по этому входу готовил свои скриншоты. Вот, если нажать треугольничек, то появится вот такая маленькая менюшка, которое является, собственно, вашим личным кабинетом. Нажимайте на любой из этих выборов, кроме выхода, который позволяет просто выйти из системы под вашим логином и паролем. И, да, я совсем забыл сказать, что в данный момент я считаю, что вы находитесь, вы уже вошли в систему, там ничего необычного есть. Обычный вход вошли под логином и паролем, соответствующим роли корневого пользователя или библиотекаря. Как я уже сказал, это одно и то же. Итак, выбираете любую строку, например, мой вуз, и попадаете вот в такое окошко. Ну, это окошко встроено в главную страницу, вот, и вот появляется, это, собственно, и набор всех ваших функций, которые позволяют вам работать с системой. Я специально оставил здесь немножко устаревший скриншот, чтобы пояснить, что раньше был здесь пункт курса моего вуза, сейчас его нет. Сейчас эта система у нас преобразована. Когда-то у нас были курсы Moodle, которые мы предлагали всем, сейчас и доступ к ним был у всех. Сейчас мы преобразовали свою деятельность, в частности, вот, нынешняя Директ Академия, это продолжение того проекта, но совсем на другой основе. Поэтому сейчас в ВБС у нас вкладки курса моего вуза отсутствует, и, ну, зато все остальные вкладки присутствуют. В основном мы сегодня будем говорить, и в основном весь функционал сосредоточен вот здесь, во вкладке мой вуз. Также мы поговорим о вкладке статистика и немножко о вкладке мои события. Остальные вкладки упоминать не будем, там есть некоторый функционал, но о нем разумно поговорить в рамках других вебинаров. В частности, будет вебинар, посвященный публикациям ВКР, и там можно будет говорить о вот этой вкладке тоже. Итак, самое первое, начнем с самого простого, информация о подписке, это вкладка мой вуз, и вторая строка в меню, в контекстном меню. Здесь есть три выбора, из них поговорим о двух, это информация о подписке и движение фонда. Ну, если мы используем информацию о подписке, это просто список всех ваших доступных вам разделов и доступных вам, доступных вам изданий. Если в информации о подписке нажать на какой-то раздел, то высветятся все издания, которые в этом разделе находятся. В данном случае под разделами понимаются не области знаний, а разделы по принципу видов изданий. Разделы книг, видеоколлекции, аудиокниги и так далее. Ну, и внутри возникает список авторов или список по разделам, вот как здесь вы видите, уже по разделам по областям знаний. И эти разделы открываются, и в них уже конкретно кликабельный список ссылок, на которые можно нажать и перейти непосредственно к чтению или к другой какой-то работе. Или положить на свою полку в личном кабинете. Ну, и следующая вкладка – это движение фонда. Здесь можно, по этой вкладке можно наблюдать, что происходило с вашим фондом с течением времени. Вот, например, вы уже три года наши подписчики, и за это время какое-то количество книг вышло, какое-то количество пришло. Вы, может быть, докупили какие-нибудь коллекции издательские и так далее. Или наоборот, от каких-то отказались. Вот, и вы теперь хотите понять, как у вас изменялся фонд с течением времени. Для этого есть вот эта вкладка «Движение фонда» и есть «Текущее состояние подписки». Что такое «Текущее состояние»? Движение фонда нельзя сравнить с любой датой. Можно сравнить с каким-то запомненным состоянием. Состояние запоминается с периодичностью, если не изменяет память, где-то два раза в месяц. Если вы этого не делаете, в том случае, если вы это не делаете сами. А сами можете хоть каждый час запоминать, нажимая на вот эту кнопку «Запомнить текущее состояние подписки на сегодняшний день». Система немножко подумает, там, в течение полуминуты, может быть, и запомнит это состояние. И оно появится вот в этом списке. Все состояния, запомненные, находящиеся в этом списке, можно сравнивать либо друг с другом, либо с актуальным состоянием. То есть, с тем состоянием, которое существует на данную секунду. Причем, вот это актуальное состояние, его не обязательно сохранять, если вы не хотите его в дальнейшем использовать, а можете просто его использовать в качестве второй даты. Вот здесь вот, при выборе. С задним числом в том смысле, что да, можно сравнить, например, 2 января прошлого года с 2 января позапрошлого года. Да, если в этом смысле, то да. Вот, но если вы хотите сохранить с какой-то датой, которая не была вами сохранена, то это невозможно. Возможно только в том случае, когда вот в этом списке эта дата присутствует. Вот, ну и получаете этот список в виде Excel-файла, дальше с ним можете что угодно делать и принимать какие-то решения. Ну, совсем простой пункт, рассылка, это третья, вот здесь мой ВУЗ, третья строка, меню, и здесь вкладка, две вкладки. Есть информационная рассылка, это здесь вы можете подписаться на информацию об изменении контентного наполнения каких-то разделов. Вот, может быть, вас интересует, вот здесь вот введены из тех, которые видны, конечно, страница продолжается, да, но я скриншот здесь ограничил. Здесь вот видны флажки в пунктах актуальной проблемы социологии, актуальной проблемы экономики, бизнес-психологии. Значит, вот по этим направлениям будет приходить рассылка об изменении в контентном наполнении. Ну, и просто подписаться на новости, здесь просто кнопка, скорее всего, если вы зарегистрировались на нашем вебинаре из вашей рассылки, это как раз и была та самая подписка на новости, о которой я говорю. Ну, если кто-то из вашей библиотеки не подписан на наши новости, то мы, конечно, предлагаем подписаться, потому что это, на мой взгляд, разумный выбор, чтобы знать о том, что происходит в университетской библиотеке онлайн, ну и в частности в Директ Академии, потому что в Директ Академии просто кнопки подписаться нет, есть вот такая вот, такая кнопка. Следующий пункт, он достаточно как раз продвинутый, это пункт пользователей, или другими словами, я не люблю это слово, оно такое казарбенное, контингент, но в вузах оно часто принято, ну, может быть, потому что вузы все-таки такие зарегулированные, достаточно бюрократические места, если не брать творческую их часть, да, вот так вот, все-таки работа с контингентом, а если говорить человеческим языком, работа с людьми вашими. Вот, все ваши люди, это преподаватели, сотрудники, студенты, их каким-то образом надо в университетскую библиотеку онлайн поместить, дать им представление о тех ролях, которые, поместить под какими-то ролями, то есть, чтобы студент был студентом, преподаватель преподавателем и так далее. Собственно, вот те несколько слайдов, которые я вам показал, как регистрироваться из стен вуза, как регистрироваться не из стен вуза, как раз вызываются отсюда, вот по кнопке «Добавить пользователя», вот по этой кнопке. Ну, однако, это, во-первых, не единственный способ подключения, во-вторых, тут есть масса других возможностей, например, обновить таблицей и так далее. И главное, перед вами вот такая вот табличка, ее можно скачать в Excel, а можно работать прямо в онлайне. Тут есть удобная форма работы с ней, это таблица ранжируемая, то есть, примерно как в Excel можно отфильтровать, прошу прощения, отранжировать по фамилии и имя отчества, можно по логину, по имейлу, ну, в общем, по любому, по типу пользователя и так далее. Вот, ну и, да, вот здесь показывается, как добавить пользователя, вот при нажатии на этой кнопке. Да, ну и что делать, когда надо обновить, импортировать таблицы. Я не буду сейчас вам рассказывать, потому что по этому поводу мы сейчас посмотрим целый ролик, который объясняет, как это делать, так как это очень важный сервис, работа с людьми. И вот, давайте его посмотрим. Как всегда, на время показа ролика я в чате остаюсь, а изображение свое закрываю, чтобы оно не мешало вам. На ваши вопросы буду отвечать в чате, если они будут. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Павел Калинников. И мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы с вами рассмотрим функционал библиотекаря, который называется «Пользователи» или «Работа с контингентом». Для того, чтобы перейти к этому сервису, мы должны войти в личный кабинет. Для этого нажмем одну из синих кнопочек, которая располагается в правом верхнем углу сайта. Нажмем на кнопочку «Мой ВУЗ», чтобы оказаться сразу в нужной вкладке. При нажатии на кнопочку «Мой ВУЗ» снизу открывается пространство, которое управляется верхним рядом вкладочек и в каждом из них в вертикальном меню. Во вкладке «Мой ВУЗ» в вертикальном меню находим пункт меню, который называется «Пользователи». При нажатии на этот пункт меню высвечивается табличка со списком всех пользователей, которые уже были введены в систему. Давайте вкратце рассмотрим функционал сервиса пользователей. Для начала посмотрим, что за таблица высветилась. Высветилась таблица всех пользователей системы в том порядке, в котором они были добавлены в базу данных. Теперь мы можем изменить этот порядок. Для этого существуют вот такие вот стрелочки у каждого поля. Давайте для начала отранжируем поле «ID». Вот так вот мы отранжировали от старшего к младшему, а сейчас наоборот – от младшего к старшему номеру. Наверное, наиболее удобно пользоваться ранжированием по логину, e-mail. Давайте теперь отранжируем таблицу по фамилии, имени и отчеству. Ну вот, табличка отранжировалась. Мы видим, что сначала идут пустые поля. Мы можем еще раз нажать и отранжировать в обратном порядке. Вот вы видите, что теперь фамилии идут с конца алфавита, в данном случае с буквы «Ш». Давайте снова отранжируем сначала алфавита и попробуем произвести повторное ранжирование по другому параметру, например, по типу пользователя. Вот при нажатии на кнопочку «Ранжирование» мы увидели, что впереди появились преподаватели только. И обращаю ваше внимание, что внутри категории преподавателей сохранилось предыдущее ранжирование, которое мы проводили. Это ранжирование по фамилии, имени и отчеству. То есть внутри всех преподавателей, а их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, идет ранжирование по алфавиту, по фамилии, имени и отчеству. Так же происходит с любыми двумя подряд идущими ранжированиями. Предыдущее ранжирование, оно сохраняется как ранжирование второго приоритета. Ну давайте еще раз посмотрим, какие здесь есть поля. Это те же самые поля, которые существуют при добавлении нового пользователя. Ну за исключением, наверное, поля ID, которое присваивается базой данных автоматически. Что можно сделать с вот этими полями? Прямо в табличке можно отправить пользователю письмо с его параметрами доступа. Это письмо уйдет по вот этому адресу. Что мы еще можем сделать? Удалить пользователя из системы. Или редактировать параметры пользователя. Ну вот мы можем поправить фамилию, имя, логин, мейл или переопределить пароль. Если ничего здесь не делать, то пароль останется прежним. Если написать пароль явно, то он переопределится. Мы этого делать сейчас не будем. Простейшие операции, которые можно сделать с этой табличкой. Ну во-первых, поискать по каким-то параметрам. Например, ну вот у нас сейчас здесь всего 300 пользователей, а если бы у нас было 30 тысяч, то найти что-нибудь в этой табличке было бы достаточно проблематично. Ну и в этом случае поиск, конечно, очень сильно помогает. Ну давайте попробуем. Найдем всех пользователей с именем Павел. Да, и таким образом я хочу показать, что здесь можно вводить не полное поле, а любые подряд идущие символы из этого поля. Ну вот, мы видим, что нашлись два пользователя. Один из них это я. И еще один пользователь, еще один Павел Максимов. Таким образом можно вводить фильтрацию в эту табличку. Сбросим этот фильтр и снова перейдем к полной табличке. Что еще можно делать? Можно просто добавить еще одного пользователя, нажав на вот эту вот кнопочку. Здесь мы видим те самые поля, которые есть у нас в табличке. Фамилия, имя, отчество, e-mail, логин и тип профиля, который вы должны обязательно выбрать. Это преподаватель, студент или пользователь организации. Это роли или типы профиля, которые определяют те права, которые будут доступны данному пользователю. Преподаватели и пользователи организации отличаются от студентов в основном расширенным личным кабинетом, в котором они могут производить некоторые действия, связанные с выполнением их обязанностей. Итак, ну вот самое простое мы видели. Мы можем зарегистрировать еще одного пользователя. Однако, если у вас много пользователей, вы можете воспользоваться массовыми операциями, такими как обновить или импортировать пользователей таблицей. Вот мы нажали на вкладочку, которая переводит нас в функционал загрузки таблицы. Здесь мы можем прочитать инструкцию по поводу того, как должна быть использована данная опция. Внизу этой инструкции приводятся примеры того, как эти таблички должны выглядеть. Табличка для обновления данных отличается от таблички импортных данных одним-единственным полем, уже заполненным ID. Это означает, что пользователь уже существовал в системе, и его не надо вновь создавать, а надо переопределить его параметры. Чтобы не создавать такую табличку с нуля, вы можете просто скачать эту табличку по этим вот ссылочкам. Давайте скачаем пример таблички для обновления. У нас скачалась форма записи для обновления данных такого вот вида. Начиная с четвертой строки, вы можете заполнять произвольное количество строк, которые могут быть введены в электронную библиотечную систему. Эти строки не обязательно набирать вручную, вы можете воспользоваться сведениями, которые есть, видимо, в информационной системе вашего ВУЗа. И тогда это будет достаточно просто и почти автоматически сделано. Ну, по крайней мере, некоторые поля из этой таблицы могут быть заполнены таким образом. Ну и последнее, что мы еще с вами не посмотрели, это возможность скачать весь список ваших пользователей в Excel-овскую таблицу. Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого служит иконка рядом с обозначением количества пользователей, которые зарегистрированы в системе. Нажмем на нее. Вот файл загрузился. И давайте мы его посмотрим. Вот этот файл. Это та же самая табличка, в которой есть ID пользователя. На сей раз фамилия, имя и отчество полностью. Есть информация об учебной группе. Ну, эту возможность мы не будем сейчас рассматривать. Логин, мейл, дата рождения, тип пользователя. Он может быть обозначен как студент, абонент организации или преподаватель. Сведения об активации аккаунта, о наличии доступа и о дате регистрации. То есть тут немножко больше данных, чем в той табличке, которая высвечивается непосредственно в интерфейсе EBS. Ну и последнее, что я хотел бы заметить, что ваш личный аккаунт как библиотекаря в этой табличке не отображается и править вы его не можете. Это происходит потому, что библиотекарь это пользователь с высшими правами. И аккаунт библиотекаря, он создается непосредственно администраторами электронной библиотечной системы вручную и присваивается вам также вручную. Ну что ж, мы познакомились с сервисом пользователя в личном кабинете библиотекаря. Тема нашего ролика исчерпана. До свидания, до встречи в новых учебных роликах. Возвращаемся к нашему вебинару. Ну, надеюсь, с контингентом все понятно. Ну или, по крайней мере, при работе вы сможете этот ролик пересмотреть. Этот ролик, если он вам необходим, есть на нашем же видеоканале на Ютубе. Напомню, что в самом начале чата есть ссылка, вторая ссылка ведет на наш видеоканал. Там же есть и все учебные ролики. Вы знаете, давайте я вам дам отдельную ссылку все-таки на плейлист с учебными роликами. Так будет для вас, наверное, полезнее. Одну минутку. Сейчас я эту ссылку возьму. Вот она. Помещаю ее в наш чат. На нашем видеоканале есть учебные ролики. Их там примерно полтора десятка, но больше десяти. Может быть, меньше пятнадцати. Не помню. И если вам необходимо, а также если вы захотите чему-то обучить ваших сотрудников или студентов, то там есть ролики как уровня библиотекаря, так и уровня преподавателя и студента. Так, вижу какой-то вопрос. А можно оптом удалить пользователей из ЭБС? Например, тех, кто закончил обучение. Так, вот это вот обновление таблицы, импорт обновления, оно для этого как раз и служит. В любом случае, если это каким-то образом не получается, это разными способами можно сделать. Вот здесь вот есть просто ручной режим. Есть режим через таблицу. А есть режим просто нам послать список. Точно так же, как я вам показывал, послать список всех, кого надо удалить. Ну и они удалятся. Ну, с другой стороны, вы ничего не теряете от того, что они остаются в системе. Разве что вам труднее будет понимать, кто из вас, кто чего читает. Нет, это список пользователей на все время вашей подписки ЭБС, а не только на текущий год. Было бы неправильно говорить о текущем году. Ну, это все-таки отношения, даже если отношения прерываются в какой-то момент, подписки не было, потом они есть, то все это возобновляется в том виде, в котором было. Если вам это не надо, просто удаляется, либо даете знать нам, что надо удалить. Тех, кто вам уже не нужен. Так. Следующий пункт – показатели ЭБС. Пункт этот когда-то был для вас, для библиотекарей, очень важным, потому что в нем была информация о тех нормируемых вышестоящими органами показателях ЭБС, которые должны были соблюдаться. Вот. Но и сейчас он достаточно важен, потому что в нем собрана вся информация, это габаритная, скажем так, информация об ЭБС. Пункт показателей ЭБС делится на две большие части. Это показатели численные и показатели, ну, как я их называю, битовые. Там просто стоит слово «да», что означает, что данная функция поддерживается. Вот. Что касается показателей численных, там приводится объем фонда, включенных в вашу версию ЭБС, количество учебников, учебных пособий, количество учебно-методической литературы, количество научных монографий, общее количество научной литературы, количество изданий художественной литературы, количество издательств, представленных в ЭБС, количество наименований журналов, количество из них, количество наименований журналов из перечня рецензируемых научных журналов и так далее. Есть отдельный пункт. Издание по укрупненным группам направлений подготовки специальности. Он отщелкивается, и можно здесь посмотреть дополнительную информацию. Бывает нужно знать количество пользователей ЭБС в текущем году. А нет такого параметра, количество пользователей в текущем году? Представьте информационную систему. Туда в любой момент может войти и выйти из него человек. Дата обновления договора никак не фиксируется в этой системе. Обновился договор и обновился. Точно так же любая другая дата тоже может применяться. Нет, я понял, что вы хотите посмотреть, но нет такого. С точки зрения информационной системы эти пользователи все одинаковы. За исключением случая, когда надо кого-то обязательно вычеркнуть из состава читателей. Опять же, насколько это надо? Так ли это вам надо этих людей удалять? Если это критически необходимо, то это можно сделать. Если нет, то можно просто на них внимания не обращать. Я вас уверяю, они не так часто будут заходить после того, как окончат свое обучение. С точки зрения того, чтобы просто иметь представление о том, сколько у вас там народу зарегистрировано из живых душ, это да, может быть и так. Но уходя в этот вопрос, вы можете вообще в дебри уйти, потому что преподаватели увольняются, приходят новые в течение года. Студенты студентов отчисляют, они возвращаются и так далее. Поэтому если следить вот так вот уж очень за этим, то это превращается в серьезную для вас проблему. И вторая часть показателей – это вот просто что осуществляется. Собственно, эта часть – это не реклама, это просто некая дань тому, что было раньше, когда необходимо было ЭБС обеспечивать некоторые параметры. Эти параметры были не только численными, но и вот такими бинарными. То есть доступ с любой точки, где есть интернет, возможность полнотекстового поиска по всему содержимому и так далее, и так далее, и так далее. Возможность формирования статистического отчета согласно международным стандартам Counter и так далее. Не буду здесь расшифровывать, вы это все можете посмотреть. Да, хотел бы сказать, кто с нами достаточно давно, могли заметить, что раньше этот пункт вообще вызывал большой скрип всей системы, потому что для того, чтобы собрать текущие данные общие для системы, это достаточно и напряг. Сейчас здесь показываются некие данные за текущий день, если не изменяет память. А чтобы уточнить эти данные на текущий момент времени, надо нажать на кнопку «Обновить». И только в этом случае пойдет процесс обновления буквально на текущую секунду, что находится в этих показателях. А так вам просто высвечивается страница, уже заранее подготовленная. Книгообеспеченность. Об этом мы отдельно с вами поговорим на вебинаре, который состоится в пятницу, через два дня. Если вам интересно, вот среди тех ссылок, которые я вам давал, сразу после начала вебинара, есть ссылка и на... Третья ссылка, это как раз на мой вебинар, который состоится через два дня, и поговорим о книгообеспеченности. Она требует отдельного рассмотрения. Тем более, что недавно этот сервис поменялся, его интерфейс, на мой взгляд, улучшился, стал более понятным. Стали, возможно, массовые операции и так далее. Русмарк. Вы можете... Да, ну, во-первых, вот продолжаем работать со вкладкой «Мой ВУЗ». И следующий пункт – это Русмарк. И здесь можно либо из разделов, либо из коллекций создать файлы, которые можно потом поместить в вашу АБИС, файлы в формате Русмарк. Если промотать это окошко, вот здесь вот, любой из этих окошек вниз, то внизу вы видите вот такой вот ряд кнопок, которые позволяют выгрузить данные. Для начала вам надо выбрать формат вывода. Русмарк можно выводить, файл Русмарк в разном виде. Два формата ISO в кодировке Windows, кириллической кодировке Windows 12.51, либо в Unicode кодировке UTF-8. Просто текстовый формат. Этот формат удобно... Да, вот эти первые два формата, их удобно именно для импорта применять. Это родные форматы для многих АБИС. Текстовый формат удобно применять для визуального контроля того, что вы импортируете. Ну, и формат XML иногда удобен для всяких программистских вещей. Если у вас реализованы какие-то программные переходники, то на вход они могут попросить файл в формате XML. Далее, вы можете попросить файл... Все записи в одном файле. Либо попросить один файл, одна запись. То есть, каждая книжка в виде отдельного записи. Ну, и такой промежуточный вариант, это блоками по тысяче записей. Далее кнопка «Загрузить», и ваши файлы пошли обрабатываться и выдаваться вам. Ну, и также можете работать с запомненными состояниями, точно так же, как состояние подписки вы смотрели. Так, ну, вот здесь промежуточный вариант, который показывает, как вид одной из записей в формате XML. Я надеюсь, вы примерно представляете, как это выглядит. Ну, если нет, вот примерно так. Мы там поддерживаем до двух десятков, если не изменяет память, параметров в записи Росмарк. Да, вот если нажать вот эту кнопочку «Запомненное состояние подписки», то возникает снова вот этот уже знакомый вам интерфейс, где можно запомнить текущее состояние, можно сравнить с актуальным состоянием, можно выбрать одно из ранее запомненных состояний. И здесь можно попросить либо только те файлы, которые добавились, либо только те файлы, которые были удалены за вот этот промежуток времени. Это удобно, когда уже один раз интеграционные работы с Abyss были проведены, а теперь надо их просто дополнить теми книгами, которые пришли снова, и удалить те записи, которые перестали быть актуальными. Информация о недоступном контенте. Это последняя строка во вкладке «Мой ВУЗ». И здесь вы можете... Ну, недоступный контент или отказы по терминологии библиотеки. Это означает, что люди поиском нашли, например, поиском нашли какую-то книгу. В поиске они могли поставить поиск по всему, по всей ЭБС, не только по вашей подписке, но и потому, что в вашей подписке не присутствует. В какой-то момент они нашли книгу, где вместо кнопки «Читать» была кнопка о том, что этот контент недоступен. Там нажали для просмотра нескольких страниц эту кнопку. И в этот момент происходит информирование системы о том, что данный контент был запрошен, но в вашей системе его нет. Вы по прошествии времени можете знать, какие же книги из тех, которые у вас не присутствуют в системе, были запрошены. Это, конечно, удобно с той точки зрения, чтобы потом принимать решение при продлении договора, что вам надо, что не надо, что докупить, что, может быть, не надо, наоборот, продлять и так далее. В данном случае вы тоже можете задать начало периода и конец периода, но отличие состоит в том, что здесь вы можете указать любые даты вообще. То есть, например, со 2 января прошлого года по позавчера. Несмотря на то, что позавчера вы не ставили точку запоминания в системе. Вот. Ну, вот, собственно, и все. Тут ничего необычного нет. Список кликабельный этих книг и так далее. Статистика. Переходим к следующей вкладке, которая называется «Статистика». Какие виды статистики у нас доступны? Статистика по просмотренных ресурсах. Она такая достаточно самая насыщенная. Статистика по пользователям. То есть, что читал, какие пользователи читали и что. Статистика посещений по категориям. Но это там же находятся преподаватели, студенты, библиотекари, рейтинги контента. Ну, и показатели статистики по международному стандарту Counter. Вот где находится эта кнопочка «Статистика». Не кнопка, прошу прощения. Давайте будем точными. Вкладка «Статистика». И в ней есть подвкладки. Просмотренные ресурсы. Вот «Скаченные ресурсы». Это подвкладка «Не будет у вас работать». Она оставлена для совместимости с нашими предложениями старых лет, когда была возможность скачивать кодированные в кодированном формате книги. Уже давно этой возможности нет, но она для совместимости остается с теми вузами, которые раньше имели такую возможность. Далее статистика посещений, рейтинги и Counter. Давайте я сотру, слишком много здесь начеркал. Как я уже говорил, самая насыщенная статистика – это по просмотренным ресурсам. Это самая первая подвкладка. Вот она. Здесь тоже можно выставить любое начало периода и конец периода. Можно скачать это в файл Excel. И при этом заказать либо краткую форму, либо сводную форму. В сводной форме присутствует информация о запрошенных страницах. Конечно, прочтенные они или нет – это бабушка на двое сказала. Но, по крайней мере, на них студент или конечный пользователь присутствовал на этих страницах. Во-первых, общие данные об книгах. Всего просмотрено, в моем случае, просмотрено 336 книг. Всего страниц просмотрено 2468. А сами книги располагаются ниже. По каждой книжке можно нажать на эту кнопочку и получить информацию о том, кто эту книгу читал и какие страницы были запрошены. Да, ну и вот так это выглядит в Excel. Краткая форма и развернутая форма. Вот видите, тут со списком страниц. У нас почти в каждой версии, точнее, каждая возможность в личном кабинете библиотекаря почти везде подкреплена возможностью скачать что-то в Excel. Ну, просто потому, что в Excel, конечно, такое большое количество возможностей по ранжированию, фильтрации и так далее, которые никогда не сделать в системе, в веб-системе. Поэтому такая возможность всегда существует, и вы можете ее активно применять. Статистика посещений. Здесь речь идет уже о пользователях. В пользователях тоже начало периода, конец периода можно уставлять любые. Какие ограничения поанализируем? Да никаких ограничений нет. Больше, пока существует подключена ваша система, вы можете даты выбирать из этого диапазона. Вот, то же самое и здесь, кстати. Статистика посещений. Начало периода, конец периода, любой. Здесь подключается еще возможность выставления диапазона группировки по неделе, по месяцу или по году. Вот, ну и в данном случае тут установлен месяц. Ну и дальше по типу пользователя. Организация это означает, вы наивысший вид пользователя. Далее преподаватели и студенты. Вот по каждому из этих видов контингента вы можете получить информацию. Так как диапазон группировки у нас месяц, вот здесь вот октябрь, ноябрь, какого-то там года. Вот, и можете нажать вот сюда на эту кнопочку и получить доскональный информат. Например, преподавателей в ноябре было трое. Да, и вот количество авторизаций было такое в системе у них. Вот, их ID. Ну и, собственно, все. Вот. Вот такую информацию по посещаемости пользователя вы можете получить. Тоже это можно все в Excel выгрузить. Наконец, рейтинги. Ну, это наиболее простой вариант. Здесь просто рейтинг контента, издательств в данном случае. И вы получаете информацию о том, какое издательство было наиболее употребимым у вас, наибольшее количество просмотров от этого издательства, какое наименьшее. То есть, сверху вниз ранжируемость. Соответственно, можно принять решение о том, какие издательства вам нужны в подписке, а какие нет. Если вы хотите это сделать. Также это можно выгрузить в Excel. В данном случае совсем простая табличка получается. Ну и, наконец, последняя возможность. Это по протоколу Counter выгрузка информации. В данном случае возможны 9 видов протоколов. И все они выгружаются только в Excel. В данном случае в веб-виде этого нет. Если кто не знает, международный стандарт Counter это стандарт, по которому можно сравнивать разные библиотечные системы. Если вы используете статистику внутреннюю какой-то библиотечной системы, не факт, что она совпадет со статистикой другой библиотечной системы. По словам это может быть одно и то же, а по способу вычисления могут быть некоторые различия, иногда существенные. А вот стандарт Counter он создан для того, чтобы стандартизовать статистику подобных систем, чтобы можно было сравнивать. Если в двух системах есть возможности выгрузки статистики по Counter, то их вполне уже можно сравнивать объективно. Со статистикой все. Последняя возможность это поисковые выборки. Она существует, вообще говоря, для всех категорий. Вот в данном случае показано, как это выглядит глазами преподавателя. Но, однако, глазами библиотекаря это выглядит несколько сложнее. В вашем кабинете тоже есть вкладка «Мои события», но дальше немножко сложнее. Вот вкладка «Мои события», есть под вкладка «Поисковые выборки». А дальше два дополнительных пункта. Есть еще второй вид под вкладок «Выборки преподавателей», «Абонентов», «Студентов» и «Мои выборки». То есть ваши конкретно. И дальше в этих выборках есть список, в данном случае преподавателей. Вот мы выбрали одного из преподавателей. И уже у него вы смотрите, какие есть поисковые выборки. Вот он назвал свою поисковую выборку «Физика и технологии». И в этой поисковой выборке три книги. Кликабельный список из трех книг. Можно отсюда прямо начинать эти книги читать. Поисковые выборки, напоминаю, я говорил это на прошлом вебинаре. Наверное, не все там были. Поисковые выборки – это те выборки, которые делаются в процессе поиска. Не переходя к самому чтению, можно поставить определенные галочки и получить список, которые потом вы где-то на досуге или, по крайней мере, позже операции поиска начнете читать. Неудобно одновременно искать и читать. Лучше всего сначала отобрать пять, шесть, семь книг и просматривать подробно их уже совсем в другое время. Для того, чтобы сформировать поисковую выборку, надо сначала воспользоваться поиском. В поиске выбрать какое-то слово, найти ту книгу, которая вам необходима, и поставить сначала галочку «Сохранить выборки». По умолчанию эти галочки не взведены. Правильно говорить, не галочка, а флажок. Флаг не взведен. Для тех книг, которые вам необходимы, вы взводите этот флажок. Как только вы взвели хотя бы один флажок, у вас появляется плавающая кнопка «Сохранить выборку». Плавающая – это потому, что вы вот эту поисковую выдачу можете туда-сюда вращать по экрану, а вот эта кнопка останется на одном месте. Всегда будет доступна. Далее вы на эту кнопку нажимаете и сохраняете выборку. Вы можете сохранить в ту выборку, которая у вас уже есть, выбрать ее из списка вот этого. А можете просто словами написать новое название для вашей выборки. После этого подтверждаете, и выборка попадает в ту область, о которой я говорил вот сюда. Вот, то есть, выборка вновь создана и появляется в вашем личном кабинете. Вот, собственно, и все про поисковые выборки. Это удобный механизм и для вас, и для ваших читателей. Собственно, у меня все. С основным функционалом библиотекаря мы с вами справились. Вижу, есть какие-то вопросы. Возможно ли поисковую выборку переслать определенным пользователям? К сожалению, в настоящий момент нет такой возможности. Хотя мы очень хотели это сделать, но почему-то у нас подвисло. В принципе, мы хотели сделать рекомендательные выборки. Ну вот, действительно, это было бы удобно. Но не знаю, почему-то вот в какой-то момент из плана нашего развития эта идея пропала. Так. На эти вопросы я вроде ответил. Так, коллеги, какие еще у вас есть вопросы? Если я вдруг что-то пропустил, дайте мне знать, пожалуйста. Может быть, я что-то по ходу вебинара. Так, а можно еще раз вернуться на вашу вкладку «Мой ВУЗ». Там была кнопка «Про ценообразование». Давайте посмотрим, что там было. Вот этот калькулятор цены, его сейчас нет. Его сейчас нет, но мы собираемся аналогичный, но расширенный сервис внедрить. Я вот, когда в следующий раз буду вот такой же вебинар делать, я вам про него расскажу. И немножечко я про него рассказал. Посмотрите запись вебинара самого первого, который назывался «Что нового?». Он прошел 5 сентября. Назывался «Что нового в университетской библиотеке онлайн». Вот там вкратце одним абзацом, одной или двумя слайдами я это показал. Но этого, в общем-то, пока нет, поэтому сейчас я пока про это не буду говорить. Будет такой вот удобный функционал для того, чтобы вам посчитать, для покнижного комплектования, чтобы вам посчитать, сколько это все будет стоить. Если это вам крайне необходимо, можете прямо сейчас в Helpdesk обращаться. Возможно, они вам дадут ссылку на это, уже на подходе этот сервис, чтобы с ним поработать. Ну что, я вижу, что коллеги... Так, есть ли возможность? Да, есть. Обращайтесь к вашему менеджеру. Вот он подробнее расскажет об этом. Ну что, я жду еще полминуты после этого. Смотрю, все-таки пока какие-то вопросы есть. Не хочу пропустить ответы на эти вопросы. Да, вам тоже спасибо за то, что вы пришли. Напомню, что в Директ Академии есть возможность получить сертификат. С этого года, правда, получение сертификатов за проведение вебинара, за посещение вебинаров платное, но цена очень даже доступна. 129 рублей. Можете воспользоваться вот этой ссылкой для получения сертификата. Сертификаты будут доступны в течение, думаю, получаса после окончания вебинара. Все, коллеги. Я вижу, что идут благодарности. Я тоже вам очень благодарен за то, что вы сегодня присутствовали. Спасибо за внимание. Напоминаю, Директ Академия – это вебинары, которые проходят каждый день. Приходите на наши новые вебинары. Будет интересно. Будем вам приводить интересных спикеров. Ну и о наших продуктах тоже не будем забывать говорить. Всего хорошего. До встречи в Директ Академии. Продолжение следует...